в этом видео я бы хотел показать как добавить вибрацию для игры я посмотрел несколько вариантов и один из них я применял на практике один я нашел например на практике я применял вот такой плагин в AssetStory Haptic Taptic Feedback он стоит 5 долларов в принципе с ним не было проблем у него есть разные настройки разные условия в принципе здесь есть и демо версия в которой можно посмотреть скачать демо для андроида ios можно скачать сам имплементацию этого сета посмотреть в принципе там ничего сложного всего-навсего нужно там есть разные варианты вот этого вибрационного эффекта для разных игровых ситуаций например более длинный более сильный отклик или менее сильный и так далее вот чтобы его вызвать вам нужно там буквально почти ничего не нужно делать установить этот плагин и грубо говоря статический класс вызывать например не помню как он там вызывается а вот Taptic.medium Taptic.light и все то есть если там какое-то условие у вас в игре сработало вы пишете Taptic.medium и все то есть очень просто и плюс этого ассета что он работает и под ios и под android сразу что касается бесплатных ассетов то здесь я посмотрел и толком ничего не нашел единственное что например вот этот это для геймпада вот этот для какого-то аксессуара по типу не знаю какого-то бронежилета не знаю что то такое вот этот для какой-то новой фишки ios вот этот отдельно для ios и непонятно ну наверное отдельно для ios а это отдельно для android то есть в принципе ассетов нет как таковых можно наверное можно нативно что-то делать но есть вот такой бесплатный ассет который в гитхабе называется vibration можно написать vibration github и здесь в принципе вот есть такой ассет я его проверил сегодня он работает на android по крайней мере вот все что вам нужно сделать это скачать ассет и вот эту папку закинуть прям в игру в ассеты вот я вас это закинул эту папку vibration и здесь очень круто что есть есть экземпл и вот эта сцена экземпл здесь просто кнопки и здесь же скрипт vibration мы его можем посмотреть все что нам нужно знать это то что в самом начале где-то в игре вам нужно инициализировать этот vibration один раз вызвать где-то в старте или в эваке vibration init и и после этого ну здесь можно определять платформы не знаю версии нам оно не нужно после этого мы можем использовать методы vibration vibrate можем какой-то свой кастомный vibration vibrate и конструктор какой-то передать здесь мы передаем количество миллисекунд как долго мы будем скажем делать фидбэк окей можно задать какой-то паттерн а если мы посмотрим здесь вот здесь паттерн 0200 там что-то типа мы ждем 200 миллисекунд потом два раза по 200 миллисекунд ну как то так можно можно посмотреть пощупать вот отменить вибрацию и три разных вибрации одна тихая далее более громкая конечно здесь настроек намного меньше чем в этом с этим на то здесь их намного больше они прям очень понятные вот но если вам нужно для какой-то простой вещи в игре или не хочется покупать ассет не для коммерческих проектов вот то в принципе этого ассета хватает очень просто да мы просто вызываем vibration там такой-то vibration либо просто vibrate либо количество миллисекунд как долго мы будем это делать и все то есть в принципе все очень просто также здесь можно указывать количество repeat как часто повторят но и все в принципе здесь очень все просто говорит Продолжение следует...